В эфире программа «В центре внимания» в студии Алексей Шевченко. Здравствуйте! Накануне амурские экологи закончили метить птенцов Дальневосточного Аэста. Подробнее об этой процедуре нам расскажет Антон Сассин, координатор программы по сохранению Дальневосточного Аэста в Амурской области. Антон, здравствуйте! Здравствуйте! Мечени Дальневосточного Аэста, особенно птенцов. Для чего это делается? Что это за процедура? Вообще это довольно важное мероприятие. Мы проводим его уже второй год. А вообще оно рассчитано до 2022 года в рамках Международного российско-китайского меморандума по изучению путей миграции, в первую очередь. И как итог по разработке мероприятий в целом для сохранения популяции мировой Дальневосточного Аэста. Что дает? Как примерно это выглядит? Ну вообще мы стараемся распределить спутниковые передатчики по птенцам, при этом как можно широко охватить ареал, гнездование у нас Дальневосточного Аэста. И вот в этом году мы развесили 40 передатчиков по здесь Кабурининской равнине, охватив практически порядка 10 районов административных. Гнезд у нас довольно много в области и выбирали такие гнезда, во-первых, чтобы можно было до них добраться, потому что приходилось пешком идти и тащить на себе лестницу и весь скарб, передатчики. Там, в общем, довольно много вещей было. И при этом выбирали такие гнезда, чтобы они были, ну, желательно равномерно распределены в целом по нашей области. То есть не брали какое-то там скопление, например, а вот ездили довольно много, довольно на большие расстояния. И таким образом, чтобы потом выборка у нас была, ну, так сказать, пошире и представляла большую территорию. То есть если вот немножечко упростить, вы находите птенца и вешаете на него передатчик, верно? То есть это и далее по спутнику смотрите за его миграцией, как-то так выглядит процесс? Да. Ну, даже не то, что находим, просто до этого в июне я провел учеты в целом по области. То есть мы ездили с использованием квадрокоптера, проводили авиаучеты и точковали, то есть заносили координаты, сразу отмечали, где сколько птенцов и какого они возраста, чтобы в дальнейшем уже понимать во время мечения, какого возраста они будут. И залазили в гнезда, брали птенцов и вешали на них передатчики с кольца и, ну, в общем, все необходимые процедуры проводили. А как быть вот с таким, что птенцов вроде как людям трогать нельзя, потому что, может, потом откажутся родители? Есть ли такое среди аистов? Ну, нет, вообще, как бы, такие явления, они замечены только у мелких птиц, там, воробьиных. У аистов, дело в том, что мы, как бы, занимаемся довольно продолжительное время, больше 15 лет, например, и уже довольно хорошо изучено поведение аистов по отношению родителей, по отношению к птенцам, ну, и, в общем, такие моменты. Поэтому мы просто уже до этого знали, что будет, то есть мы могли спрогнозировать поведение. И в целом аисты относятся к человеку, и если даже человек залазит в гнездо, то родители, ну, они нормально к этому относятся, и в большинстве случаев родители возвращаются, там, буквально, там, через 15-30 минут после ухода человека в гнездо. Отбиваться не приходилось от аиста? Ну, иногда бывало. Вообще, в целом, когда мы проводим мечения, у аистов, у птенцов такой возраст, что они стараются затаиться при принадлежении любого хищника, там, человека. Они затаиваются, и в них срабатывает просто этот инстинкт, они просто притворяются мертвыми и, ну, никак не реагируют. То есть, когда человек залазит в гнездо, они сидят абсолютно покладисто, то есть с ними можно делать, что хочешь, никаких сопротивлений не проявляет. Но если птенец уже перед вылетом, то есть он уже достиг такого возраста, что уже машет крыльями, тогда у него этот инстинкт уже постепенно проходит, и он уже может проявлять агрессию по отношению к человеку. Поэтому иногда приходилось, ну, так же, скажем, усмирять особо буйных, особенно особо старших птенцов в гнезде. Некоторые, бывали слушатели, когда некоторые у нас уже просто слетали с гнезда, когда, ну, например, приставляли лестницу к гнезду, залазили туда. В последний момент птенцы разлетались. То есть это уже показывало, что они уже такого возраста, что практически умеют летать. Вот тогда нам приходилось их ловить по болоту. Вы сказали, 40 передатчиков было размещено. Получается, это 40 новых передатчиков на новых птенцов. Что можно говорить о популяции? Растет ли она? Ну, понятно, что новая, потому что они каждый год, птенцы новые. Дело в том, что передатчики можно повешать только на нелетающих птенцов, когда они уже вырастут. То есть это уже взрослые птицы, их очень тяжело поймать. То есть там уже специальные методики и очень трудоемкий процесс получается. Вообще в этом году по всей России, то есть по ареалу, по российской части ареала Дальносточного Аиста было установлено 80 передатчиков. И вот получается половина со всей России установили мы по здесь Кабурининской равнины. Еще в Кинганском заповеднике 15 передатчиков установили в Хабаровском крае и в Приморском. То есть география довольно широкая на самом деле. Этот год влажный достаточно? Хватает ли им еды? И что можно сказать о погоде, как она влияет на животных, на птиц? Да, Аисты, они очень привязаны на самом деле к уровню влажности по годам, потому что они очень сильно зависят от мелкой рыбы, потому что это основной объект питания для них. И, соответственно, чем больше воды, тем больше рыбы. Этот год, да, мы видим, что влажный. Мы наблюдали после 2013 года самого влажного, да, у нас, наверное, в 2014 году был всплеск количества гнез и жилых количества птенцов, потому что, ну, как бы наблюдение показывает, что примерно через год после пика влажности у нас идет пик численности Аистов. Ну, и на самом деле в этом году тоже прирост довольно большой, то есть учеты в июне месяце показали, что Аистов стало на порядок больше. Ну, честно говоря, я еще не обрабатывал до конца все полевые данные, но даже визуально видно, что процентов, наверное, на 20 стало больше. При этом расширяется география, то есть там, где раньше Аисты не было, ну, появляются новые гнезда, то есть такая постепенная экспансия. Например, какие районы? Это Амурская область или дальше куда-то? Это, да, это Амурская область в пределах здесь Кабурининской равнины, то есть мы вот в этом году открыли, так скажем, новую локацию с Аистами в Ивановском районе, в Белогорском районе. То есть такие места, где, ну, в принципе, даже раньше-то и не предполагали, что они могут там ездиться. Долина рек Ивановки, Белая, там обнаружились скопления Аистов до 15 гнезд. Достаточно крупные скопления? Да, да, это очень крупные, ну, для примера, у нас, например, в Муравьевском заказнике, ну, в среднем, там, от 10 до 13 гнезд, там, от года бывает. Вы сказали, что на птиц, которые уже взрослые, очень сложно повесить передатчик, а как быть с теми птицами, на которых передатчик уже есть? Они как-то могут от него избавиться, не мешает ли он им для жизни? Ну, вообще, передатчики, они разработаны специально для этих крупных птиц. Во-первых, крепятся, вообще, передатчики по креплению бывают трех видов. Либо на шею, либо на спину, либо на ногу. Ну, здесь мы используем только на спинные, то есть такие рюкзачкового типа, которые вешаются с помощью специальных лямок, тесемок тефлоновых. Продеваются через крылья ноги, и он, как бы, как рюкзачок его носит. При этом материал лямки, он специальный, во-первых, чтобы не натирал ему с тефлона, во-вторых, ну, через несколько лет, то есть, ну, со стороны спины тесьма постоянно находится под действием ультрафиолета, и ультрафиолет постепенно ее разлагает, и в течение нескольких лет он уже настолько хрупкий становится, что, ну, просто может порваться сам. И сам передатчик, вообще, по паспорту рассчитан на 5 лет срока действия. То есть, в течение 5 лет мы ожидаем, что он будет работать и получать из него данные. Вот сейчас вы собрали данные, что дальше? Какой следующий этап вашей работы? Ну, здесь вообще сразу несколько направлений исследования появляются. Во-первых, мы сейчас ведем изучение кормовой базы. Вот эти данные с передатчиков покажут нам наиболее ценные для аистов места кормления, то есть, где они концентрируются, особенно вот в период предотлетный, то есть осенью, где они концентрируются на кормежке. То есть, какие водноболотные угодья наиболее ценные, как у нас в Амурской области, ну, и в целом, там, по всему ареалу. А второе направление – это изучение путей миграции. Особенно это важно для китайцев, ну, так как это программа российско-китайская, поэтому надо установить наиболее важные пути миграции и места остановок на путях миграции в Китае. Для также внесения вот этих территорий под охрану. Ну, и в целом, там довольно много сопутствующей информации, то есть, передатчики, которые мы вешаем на птенцов, они не только показывают треки, ну, и расположение, но и там довольно большое количество различных датчиков. Температура интенсивного солнечного света, барометра, акселерометра, в общем, довольно много информации, которые в целом скажут о состоянии окружающей среды, где находится АЭСТ. Антон, спасибо большое за интересные ответы. Я напомню, что в гостях у нас был Антон Саасин, координатор программы по сохранению дальневосточного АЭСТа в Амурской области. Спасибо большое за внимание и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.